всем доброго времени суток сегодня у меня ремонт для подписчика который проехал аж 300 километров из нашей столицы ко мне даже несмотря на то что меня на столе лежит магнитола суть поломки даже не в ней суть поломки оказывают в этой кнопки которая не увеличивает обороты вентилятора не знаю почему но в столице не нашлось почему-то специалиста который бы взялся за эту работу поэтому человек был вынужден ехать ко мне ну что ж сейчас для начала подключим магнитол проверю как она засвечивается потому как он говорил что еще экран периодически то светится то не светится поэтому будем как говорится действовать по очереди сначала подключение затем проверка значит подключаем шлейф далее питание питание здесь стандартные фишки два плюса минус пробуем включить честно ничего не происходит если выключить включить появляется ненадолго потребление тока в этот момент должны были засветиться часы в дежурном режиме затем после нажатия на кнопку должна включиться магнитола поэтому видимо проблема есть не только в кнопках но еще есть еще дополнительно но первое хочу проверю сначала шлейф потому как это одна из подвижных частей ну а дальше уже будем смотреть что может быть еще лучше шлейф у нас двухсторонний будем проверять поразванивать контакт берем прозвонку и получили каждый контакт здесь буду прямо в разъеме на плате смотреть первое есть есть третье уже нету 4 нету 5 нету нету даже интересно может быть столько обрыва 6 нету 7 нету интересно сейчас лучше снимать полностью шлейф склад и я смотрю его отдельно честно интересно неужели вот просто надорвали винту тут довольно таки много придется выкрутить все таки вот образом снимается у нас все панель вот здесь наш шлейф который нужно проверить он похоже просто не вставлен тем не менее будет удобно подключать и проверять можно подключаем еще раз подаем питание подключаем вот это проблема то что мне говорили экранчик то работает то не работает подключаем еще раз пробуем еще раз пробуем судя по подсветке и по потреблению только у нас есть работа магнитолу но сам экранчик видите где-то отходит и не все сегменты работают там внутри у него видео передающие контакты они плохо работают ну к этому мы еще вернемся основная неисправность за чего была привезена магнитола это типа вот эта вот кнопка сейчас я пока отставлю магнитолу в сторону доберусь до этой кнопки проверю ее работоспособность ну а дальше будем уже полностью все чинить ну вот та самая кнопка из-за которой человек 300 километров проехал из Минска в воду сейчас посмотрим еще будет приколась она даже рабочая а кнопка то рабочая оказалась она просто как бы не щелкает там видео просто произошел прогиб но сама кнопка рабочая в итоге оказалась вот это уже печально потому что проблема может быть либо в самом блоке управления либо в магнитоле сейчас я сначала тогда разберусь с тем чтобы у нас экранчик светился постоянно для того чтобы было видно все мои действия здесь вот защелки отгибаем здесь вот защелки отгибаем чтобы поднять платы и достать полостью здесь у нас обломался одно крепление поэтому оно проворачивается потом подклеим вот таким образом вот таким образом наша плата обычно если так вот плохо работает экранчик а здесь вот могут быть не пропай либо разрушение либо разрушение пайки но здесь как бы в этом плане все хорошо хотя если сильно присмотреться то вот в этих местах есть некачественная пайка то есть разрушение контакта поэтому сейчас я сначала их все пропаяю подключим и будем потом делать уже выводы потому что я уже с таким сталкивался так вот паяльником буду каждый контакт последовательно пропаивать с помощью канифоли припоя их тут довольно таки много с каждой стороны поэтому главное не торопиться потихоньку одна сторона есть сейчас вторую пройдемся ну еще дополнительно пропаяю на всякий случай контакты на шлейфе ну теперь нужно смыть остатки канифоли так вот выглядит конечный результат сейчас подключим панель к магнитоле и проверим ушла ли проблема с экраном ну пока что все неплохо экран засветился но все равно по моему здесь какие-то каракули здесь у нас проблемы с этой стороны нету надо будет попробовать пропаять ответную часть добраться до нее можно в принципе и с отсюда если снять фишку то и с обратной стороны поэтому сейчас мы пропаиваем будем проверять еще раз и с другой стороны довольно таки удобно подлазить ну примерно где-то так сейчас удалим канифоль вот она здесь с помощью ватной палочки так тут удобнее будет подлезть соединяем нашу панель ну и соответственно посмотрим что у нас из этого выйдет уже первый результат налицо так как часы в дежурном режиме панелька загрузилась никаких лишних символов нету полностью видим отображение всех знаков то есть получается проблема была с этой стороны плохие контакты на шлейфе были это у нас регулируется как бы громкость отображаются все символы вот переключение идет каналы радио один два три четыре пять шесть семь а это не каналы наверно а тут шесть каналов то есть кнопки работают вот единственное не знаю как проявить эти кнопки они видимо будут работать только в комплекте с машиной единственное сейчас перепаяю эту злосчастную кнопку из-за которой мне в принципе и привезли всю панель у меня есть вот такая вот практически одинаковая сейчас мы ее перепаяем потому как эта кнопка она как бы там видно произошел прогибе она уже как бы не ощущается щелчка как в этих отключаем питание спаиваться она довольно легко так как у него выводы вынесены в сторону теперь припаиваем новые залудить контакты так вот так вот все кнопочка у нас нажимается удалим только вишню канифой так проверим кнопка у нас работает значит я думаю что проблема была из-за того что не включался вентилятор из-за того что был вот этот глюк потому как информация с этих кнопок через магнитолу идет на машину поэтому если здесь был глюк в шлейфе то соответственно скорее всего один из информационных кабелей был в обрыве поэтому информация не передавалась значит еще раз включаем магнитолу как и положено загорается часы в дежурном режиме далее после ее включения загорается полностью панель воспроизводится радио здесь получается выбор кнопок идет здесь же у нас наверное отображение в данный момент не будет так как эта панель часть соответственно будет работать с управлением бортового компьютера поэтому информация уже будет от него идти только в случае когда будет включена магнитола к своему автомобилю ну что же я сейчас получается собираю данную магнитолу отдаю своему клиенту он приехал без автомобиля поэтому если он мне вышлет видео я его обязательно сюда добавлю чтобы показать результат ну если не будет видео то надеюсь вам данное видео понравилось всем спасибо за внимание всего хорошего